Утро от первого, мы на месте. Тринанс заработал, включили до тускового полоса. Изопринят, уезжаем. Днём примерно в 11 часов на пульт противопожарной охраны Шинкента поступило сообщение возгораний высоковольтного трансформатора недалеко от рынка Автонур, питавшего базар и прилегающие торговые точки. Так как огонь разгорелся рядом с местом массового пребывания людей, уже через несколько минут на месте происшествия работали две пожарные бригады. На тушение пожара с ближайшей части выехали две автомашины и 11 человек личного состава. В 11 часов 13 минут огонь был локализован, а в 11 часов 18 минут полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на торговые точки, расположенные рядом. Прилегающий район был обесточен, и специалисты акционерного общества «Унтустик Транзит Джарик» приступили к ликвидации поломки трансформатора. Как говорят коммерсанты, тушению огня препятствовала захламленная территория вокруг места возгорания, что в конечном итоге могло сказаться на масштабах ЧП. Специалисты управления ПАЧС города Туркестана провели необычную спасательную операцию. Из 4-метрового канализационного колодца они извлекли 58-летнюю женщину, попавшую туда в результате несчастного случая. Задачу спасателям осложняло темное время суток. Тем не менее, с ней специалисты справились в короткий срок. Поступило сообщение, что женщина по улице Деваева поскользнулась и упала в канализационный колодец. Оперативно выехала на место группа наша. При помощи альпинского снаряжения из ямы женщину доставили и передали скорой медицинской помощи. Благодаря оперативным действиям наших сотрудников была спасена жизнь женщины. В ходе спасательной операции счет шел на минуты, так как колодец был заполнен частотами и был велик риск токсикологического отравления пострадавшей, что могло бы закончиться летальным исходом. В результате подобного случая в июне 2014 года в канализационном колодце погибли 3 человека. Сотрудники областного департамента внутренних дел завели уголовное дело по факту истязания ребенка. Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео избиение взрослым мужчиной малыша в 4-5, возмутившее пользователей интернета. Рядом беспресрастно стоит женщина и наблюдает за экзекуцией ребенка. Данный факт зарегистрирован в ГРДР Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области по статье 110 истязания. Расследованием занимается Имбекшинский отдел полиции УВД города Шинкен. Полицейские также ведут розыск женщины, стоявшей рядом, возможно, матери ребенка и самого автора ролика. Это уже второй случай жестокого обращения с детьми, зарегистрированный в Южном Казахстане. 2 мая в областную детскую больницу был доставлен мальчик из Ордобасинского района. Состояние ребенка было крайне тяжелым. Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских и представителей областного Акимата, школьники все-таки праздновали в позднее время последний звонок. В этом убедились участники рейда, проведенного по кафе и другим увеселительным заведениям Шинкента. Так, в одном из ресторанов по улице Булати сотрудники ювенальной полиции, представители областного управления молодежной политики, обнаружили группу школьников, после 23.00 находившихся в заведении без присутствия родителей. Этот факт был зарегистрирован в протоколе. В ресторане мы обнаружили несколько несовершеннолетних подростков, находившихся без присутствия законных представителей, в увеселительном заведении после 11 часов вечера. Те подростки, которые находились с родителями, остались в ресторане. Те же несовершеннолетние, кто был без родителей, вызвали их и домой будут отпущены только в их присутствии. Полицейские проверят личности подростков, и если выяснится, что в течение года они уже попадали в поле зрения сотрудников правопорядка в позднее время без взрослых, на родителей будет наложен шраф в размере 5-месячных расчетных показателей. Если же это первый проступок подростка, им будет вынесено предупреждение. Субтитры создавал DimaTorzok